В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги первого рабочего дня, а также прошедших выходных. О наиболее значимых событиях вам уже готовы рассказать мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Пулевая кухня и оружие времен Великой Отечественной войны. В Рязани прошла патриотическая акция «Эстафета побед». У природы нет плохой погоды. Какие еще сюрпризы готовит нам капризная зима? Юные герои, школьников из Петелинского района наградили за тушение пожара. В субботу 3 февраля рязанцы вспомнили о подвиге советских солдат в Сталинграде и поддержали российских спортсменов. На площади Победы прошла патриотическая акция «Эстафета побед». Выступление творческих коллективов, солдатская каша и выставка военной техники. Об этом и не только в репортаже нашей телекомпании. Патриотическая акция «Эстафета побед» в нашем городе прошла впервые. Она сразу вызвала живой интерес как со стороны различных общественных организаций и объединений, принявших в ней участие, так и со стороны жителей города, которые с удовольствием провели субботний день на площади Победы. Среди участников акции оказались активисты движения «Молодежка ОНФ». В первую очередь мы пришли от молодежки поддержать наших олимпийцев, а также вспомнить и почтить память участников Великой битвы под Сталинградом и поблагодарить их за победу. Помимо праздничного концерта, в котором приняли участие творческие коллективы Рязани, здесь были обустроены различные тематические площадки. На одних можно было познакомиться с главными лицами Великой Отечественной войны, на других узнать о подвигах, которые совершали советские солдаты. Моя станция посвящена герою Советского Союза Девятаеву Михаилу Петровичу. Он летчик. Ему удалось совершить побег из немецкого плена. Я предлагаю упрощенную версию побега. Нужно собрать самолетик из бумаги и запустить его как можно дальше. Особая восторг у участников акции вызвала возможность познакомиться с военной техникой, а также поддержать в руках оружие, которое некогда участвовало в боях. Это знаменитая винтовка Мосина. Самое маслое и самое надежное оружие Великой Отечественной войны. Наряду с ППШ ее называют оружием победы. Именно эту винтовку нашли под Смоленском в 2015 году. Она реально участвовала в его действиях. И сегодня каждый резанец может подержать ее в руках и таким образом прикоснуться к великой победе наших предков. Еще одна точка массового скопления гостей – полевая кухня. Сложно отказаться от удовольствия попробовать настоящую солдатскую кашу. Как вам каша? Отличная, очень вкусная, аппетитная. Дом такой не готовим. Как вам вообще мероприятие? Очень хорошее мероприятие, очень полезное. И очень хорошо, что вот именно для детей. Поэтому мой внук, я его привела, чтобы вот у него гордость была за нашу страну, за нашу родину. Также в этот день все посетители патриотической акции могли оставить свою подпись в поддержку российских олимпийцев. В начале праздника подписи оставили первые лица города, после к ним присоединились жители Рязани. Я считаю своим долгом поставить подпись в поддержку олимпийцев, так как они сейчас находятся не в самых лучших условиях в связи с политическими действиями. Поэтому я считаю, что мы все должны сплотиться и не только поставить подпись, но и делом, и словом поддержать олимпийцев. Продолжилась патриотическая акция «Стафета побед» товарищеским хоккейным матчем, который прошел на катке, расположенном на площади Победы. Погода позволяет нам проводить массовые мероприятия. У нас всю зиму работают катки в городе. И сегодня мы решили провести открытый турнир по хоккею 18+. Заявилось более пяти команд. Будут играть по открытой системе. Поэтому делаем все, чтобы граждане занимались спортом. Ну и выходные проводили, в том числе на площади Победы. Участие в товарищеском матче приняло пять команд. Несмотря на то, что на льду встретились любители, накал страстей был не шуточный. А небольшая площадка, выбранная для турнира, только добавила зрелищности. На большой площадке будет не так зрелищ, не такие скорости будут. А здесь все очень быстро, динамично происходит. Если заметили, без вратарей, чтобы было больше голов. 20 матчей выстояли спортсмены. На протяжении всей игры их поддерживали болельщики, а в перерывах гостей согревало фаер-шоу. По итогам товарищеского матча третье место заняла команда МЧС. Вторыми стали хоккеисты-любители из Никуличи. Ну а победила команда Вымпел. Обычные дворовые ребята собрались, приехали, поиграли. Хорошо, что выиграли, получилось вроде все. Поздравил спортсменов, исполняющие обязанности, главы администрации города Сергей Карабасов. Он вручил победителям медали, ценные подарки, а также денежные премии. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 3 февраля из 10 городов России, в том числе и из Рязани, в сверхдальний лыжный переход, посвященный столетию со дня образования Красной армии Рязанского высшего воздушно-десантного училища, отправились сотни военнослужащих. За первые двое суток десантники преодолели тысячу километров. В ходе движения по своим маршрутам военнослужащие воздушно-десантных войск уже посетили более 15 населенных пунктов, где провели военно-патриотические мероприятия с элементами показательных выступлений по рукопашному бою. Также им предстоит посетить места воинской славы, знаковых сражений, подвигов героев Отечества. Так, 6 февраля одна из команд десантников отдаст дань памяти защитникам Отечества у подножья Мамаева-Кургана в Волгограде. С 5 числа лыжники при посещении населенных пунктов будут проводить встречи с учащимися учебных заведений. Из их уст школьники услышат о важных событиях, совершенных военнослужащими Красной Армии, о ярких страницах истории современных вооруженных сил. Напомним, в лыжном переходе участвуют команды из соединений ВДВ, дислоцированных в городах Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Уссурийск, Ульяновск, Камышин, Улан-Удэ, Кубинка, а также команды из Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Всего за время сверхдальнего лыжного перехода десантники пройдут через 158 населенных пунктов, в 69 из которых проведут военно-патриотические акции и мероприятия с показательными выступлениями разведчиков и встречами с учащимися учебных заведений. Окончат свой патриотический маршрут все команды десантников 19 февраля в селе Поляны Рязанской области. В то время как одни продавцы в магазинах привыкают к новым купюрам номиналом 200 и 2000 рублей, другие не могут разобраться со старыми. Они продолжают страдать от деятельности фальшивомонетчиков. На этот раз полицейским стало известно о сбытии поддельных пятитысячных купюр. Заказать пиццу и расплатиться поддельной купюрой так решил действовать злоумышленник. В вечернее время суток, не имея при себе специального оборудования, курьеру трудно различить хорошую подделку от настоящей пятитысячной купюры. Пытался разменять высшую купюру. Куда вы взяли ее? Получил зарплату. Как вы пытались ее разменять? Заказывал пиццу. С чем расплачивались? Купюры. Какими? Фальшивые. Вы заранее знали, что фальшивые деньги? Я знал, естественно. За одну ночь злоумышленник пять раз расплатился поддельными купюрами. Последняя покупка пиццы оказалась для него фатальной. А все началось с того, что в полицию поступило сообщение от работников одной из пиццерий города Рязани. Курьер службы доставки, вернувшись с выезда в офис, заподозрил, что банкнота достоинством 5000 рублей, которой ночь расплатился последний клиент, фальшивая. Полицейские немедленно выехали на место. И установили, что рязанцы сбыли купюру с признаками подделки. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани обратили внимание на работу службы доставки других кафе и пиццерий города. И на их глазах один из курьеров привез поддельную купюру, которые расплатились за аналогичный заказ. Приметы злоумышленников, которые расплачивались с фальшивками, совпадали. Злоумышленник не собирался останавливаться на достигнутом и совершил еще один заказ в пиццерии. Вскоре оперативники при оплате за доставку пиццы банкнотой номиналом 5000 рублей с признаками подделки с поличным задержали 19-летнего жителя Ростовской области. Позже было установлено, что задержанный причастен к пяти фактам сбыта фальшивых денег при оплате доставки пиццы. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении него заведено уголовное дело. Сейчас он заключен под стражу. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Погода в центральной части России стала, пожалуй, самой обсуждаемой темой минувших выходных. Из-за сильнейшего снегопада в Москве падали деревья, а тем временем Рязань заливала дождем. Завершилось все значительным понижением температуры в ночь с воскресенья на понедельник. Чего еще нам ожидать от погоды, узнал Валерий Седов. То есть снег, то дождь. Именно так горожан встречает февраль. Правда, по словам синоптиков, Рязани повезло куда больше, чем Москве. Прошедшие выходные запомнились горожанам обильным дождем. И это во второй месяц зимы. Причиной таких неблагоприятных метеоусловий стал южный циклон. Перемещаясь через территорию нашей области, он принес такие явления, как сильные осадки. И сильные осадки 4 февраля у нас были преимущественно в виде дождя от 19 до 27 миллиметров. Специалисты отмечают, что за два дня в нашем городе выпала месячная норма осадков. Это не единственный рекорд прошедших выходных. Температура в городе была чуть больше плюс 3 градусов. Как говорят синоптики, это на 12 градусов выше среднесуточной нормы. Если сравнивать нас с Москвой, то у нас был один и тот же циклон, одни и те же фронты. Но так линия раздела была, так фронт расположен, что у нас осадки были дождем, а у них снегом. То есть, если бы у нас тоже были отрицательные показания температуры воздуха, у нас тоже прошли обильные снегопады и такие же коллапсы были, как в Москве. Дождливый день сменился морозным. Резкие скачки температуры, а также перепады атмосферного давления отрицательно сказываются на метеочувствительных людях. К тому же, из-за такой смены температуры на дорогах города образуется гололед. Зимой вспомнить детство очень просто. Достаточно выбрать ровный участок дороги, разбежаться и прокатиться по нему. Но есть одна проблема. Это пешеходная дорожка. Но люди стараются скорее обходить все стороной. Передвигаться по дороге сложно. Лед, как на катке. Особенно тяжело пенсионерам. Однако находчивые люди придумывают свои средства для передвижения. Тем не менее, мороз без солнца многим рязанцам понравился. Нормально. Идти можно? Ну, неужели нельзя? Нормально. Зима пришла. Хорошо. Да нормальная погода, хорошая. Скользко. Вот скользко, что это вот нечищенная улица совершенно. А так погода прекрасная. Не холодно, но очень скользко. По прогнозам синоптиков, температура в городе будет меняться также волнообразно. 6 февраля столбик термометра опустится до минус 11 градусов днем и минус 16 ночью. А уже на следующий день он поднимется до минус 7 градусов. 8 февраля температура на улице составит всего минус 6 градусов по Цельсию. В выходные дни у нас также не обойдется без небольшого снега. Местами по области температура воздуха немного повысится. Ночь у нас состоит по области минус 6, минус 11 градусов. Днем минус 2, минус 7. В ожидании февральских морозов специалисты рекомендуют людям теплее одеваться и быть аккуратнее на дорогах. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. К резкой смене погоды не всегда готовы коммунальные службы. А вот сотрудники МЧС находятся во всеоружии. От слаженности их действий зависит жизни людей. Сейчас главное управление МЧС России Паризанской области приведено в режим повышенная готовность. Лед на дорогах, метель, сильные заморозки – все это происходит каждый год. У сотрудников МЧС есть подготовленный, отработанный план действий в чрезвычайных ситуациях. Сейчас рязанские спасатели готовы к тому, что люди на территории региона могут столкнуться с трудными ситуациями, в котором им может потребоваться помощь. Для спасения граждан в структуре есть все необходимое. К примеру, во время сложных погодных условий и заторов на дорогах автолюбителям могут оказать помощь в пунктах обогрева. В готовности к развертыванию находятся два мобильных пункта обогрева, а также 35 стационарных. В составе пунктов обогрева – автомобили повышенной проходимости, полевые кухни, палатки, генераторы, печи, тепловые пушки и многое другое. В каждом из пунктов водители и пассажиры могут согреться, подзарядить свои мобильные телефоны при необходимости. Для граждан будут организованы спальные места, негорячее питание. В случае, если водитель, попавший в трудную ситуацию на дороге, будет не в состоянии добраться сам до пункта обогрева, на помощь ему придут спасатели на собственной технике. Ну а пока сотрудники МЧС уже проводят профилактические мероприятия. Главное управление МЧС России Паризонской области находится в режиме повышенной готовности. Организована работа штаба по контролю за складочной обстановкой и взаимодействию с региональными министерствами и ведомствами. Продолжается работа по обеспечению безопасности на федеральных трассах, проходящих по территории области, на которых работают шесть оперативных групп, контролируют состояние дорожного покрытия, наличие заторов и дорожно-трассных происшествий. В настоящее время затруднение движения не выявлено. Водителям и горожанам теперь необходимо быть особенно внимательным и пешеходам одеваться теплее. А водителям иметь при себе все необходимое – теплую одежду, еду, заряженный телефон и аптечку. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». Двух школьников из Рязанского района наградили в рамках Всероссийского гражданно-патриотического проекта «Дети-герои». В рамках проекта чествуют ребят, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические или мужественные поступки. Чем отличились восьмиклассники из Петелинского района, узнала Галина Ершова. Спасли от огня целую деревню. Школьники Максим Иванчик и Дмитрий Седов увидели загоревшееся поле и, не раздумывая, бросились его тушить. За проявленную отвагу молодым людям вручили благодарственные письма от Совета Федерации и Федерального собрания России, а также ценные подарки. Их наградил и экс-сенатор Лариса Тюрина. При этом бывший член Совета Федерации от Рязанской областной думы впервые предстала в новом качестве. Ее представили как помощника сенатора Игоря Морозова. От лица Игоря Николаевича Морозова от Совета Федерации. Вот тебе большой привет и вот такая почетная грамотная. Молодых людей наградили в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Он проходит ежегодно уже более четырех лет. Награды вручают детям до 16 лет. Когда мы с вами встречаем подвиг тех, кто совершенно не думал об этом, когда его совершат. Я думаю, что если бы ребятам в прошлом году сказали, что они совершат подвиг, они бы этому не поверили. Значит, дело в том, что когда мы говорим о подвиге, мы всегда думаем о чем-то большом. А любовь к родине и героические поступки начинаются именно при решении любых проблем, которые возникают рядом с тобой. Пожар произошел в апреле 2017 года в Петелинском районе. В три часа дня молодые люди возвращались на мотоцикле домой и увидели стену огня. Она двигалась в направлении сел Тимирево и Пеньки. Ребята, не раздумывая, позвонили взрослым и принялись тушить пожар. Даже не задумывались, что помогать надо, спасать. Там лес был рядом. Мы взяли палки большие и начали бегать, тушить. Большие палки, большие кусты такие. Мы начали их шибать и тушить ногами. Потом начали бутылки, там взрослые привезли с водой. Мы начали тушить, бегать. Красные лица, перепачканные гарью и сбитое дыхание. Ребята вместе с сотрудниками МЧС более трех часов тушили траву. Однако страха молодые люди не испытывали. Жар просто слишком был, тело горело. Все башмаки обгорели. В классе рассказы героев не поверили и назвали врунами. Родители тоже не сразу осознали значение произошедшего. Я была, конечно, сначала это, говорю, час, наверное, другой я думала, как это все происходило. Вроде пожар это не то, что там костер горит, а все-таки поле сразу загорелось, там шла полоса. Я, конечно, перепугалась за своего сына. Но потом вроде маленько отошла и думала, что молодец, что отстоял село, что спас людей. Сами ребята отмечают, что это не первый пожар, в тушении которого они принимают участие. За год до этого молодые люди уже помогали сотрудникам МЧС, поэтому знали основные правила безопасности и первичные действия. Сейчас Максим Иванчик и Дмитрий Седов учатся в восьмом классе, но уже планируют связать свою дальнейшую жизнь со спасением людей. Ведь они умеют оказываться в нужное время, в нужном месте. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Касимове прошел последний региональный этап всероссийского турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В нем приняли участие команды из шести учреждений. Подробности в материале наших касимовских коллег. Организатором всероссийского турнира выступила межрегиональная общественная организация «Клуб волонтеров». Команда участницы разбита на четыре дивизиона по географическому принципу. Организаторы уже 11 лет поддерживают воспитанников из российских детских домов и школ-интернатов. Игры в дивизионе «Восток» состоялись в эти выходные в физкультурно-спортивном комплексе «Лидер». Примечательно, что в отличие от других подгрупп, матчи прошли в районном центре. Цель нашего проекта, она несколько обширнее, чем может показаться на первый взгляд. Потому что мы не только организовываем футбольные мероприятия для детей. То есть мы побуждаем детей к занятиям футболом, физической культурой, спортом. Но кроме этого мы также проводим для детей всевозможные мероприятия. Одним из этих мероприятий, например, является то, что мы привозим детей на футбольные матчи футбольного клуба «Спартак». С октября прошлого года региональные этапы турнира в других дивизионах проходили в Смоленске, Твери и Туле. Всего в них приняли участие 36 команд из 11 областей России. Ребята оборонялись схваткой Акинфеева и со скоростью известного Месси атаковали, забивая голы. Путевку в финал из восточного дивизиона получили юные футболисты Мелиховского детского дома Владимирской области и Красносвободненской школы-интерната Стамбовщины. Сейчас нас ждет Москва. Мы хлопаем, ура, большое. Великое спасибо за все. Попустили один гол, который и вывел нас в этот финал. Мы будем готовиться к Москве, чтобы все узнали, что мы лучше всех. Две лучшие дружины с Востока поедут на всероссийский финал. К ним присоединятся еще шесть команд. Финал пройдет в Москве 8 апреля. Поездка в столицу и выступление в московских манежах для участников турнира «Игра твоей мечты» уже ее воплощение. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok